Перед тем, как мы начнем беседу с вами, я призываю всех тех, кто еще не поставил лайк, сделать это прямо сейчас. Лайкомотив Юрия Евгеньевича Федоровна в эфире. Юрий Евгеньевич, давайте начнем с первой темы. Расскажите про, наверное, поставки снарядов для украинской ПВО. До какого времени их хватит и какая у нас информация есть по этому поводу? Ну, вы знаете, ведь только что Михаил Шентельман рассказывал о том, сколько снарядов и сколько разного рода вооружений поставляется из Соединенных Штатов, из Европы и так далее. В общем, ничего нового в этой статье, о которой вы упоминаете, в общем, нет. Действительно, если поставки боеприпасов для ПВО прекратятся, а эти поставки идут в основном из Соединенных Штатов, ну, значит, тогда сбивать будет нечем. Значит, указывается, что хватает до марта месяца. Так это или нет, сказать очень трудно, потому что мы не знаем, какой запас ракет и других боеприпасов для противовоздушной обороны Украины. Но, наверное, так оно и есть. В общем, да и дело ведь не в том, там, до 15 марта или до 1 марта. В общем, ситуация достаточно сложная. Хотя, вот как мы только что узнали над Сашей, в общем, процесс в Конгрессе Соединенных Штатов идет и действительно вроде бы есть какая-то надежда на то, что и палата представителей проголосует. Тогда, в общем, ситуация будет несколько лучше, чем сегодня и чем прогнозируют многочисленные совершенно западные прессы. А вот как раз Михаил Шентельман, мы чуть-чуть затронули вопрос относительно увольнений и смены военного руководства, но он сказал, нужно быть военным экспертом, чтобы знать, в чем разница. Я думаю, между вот этими видами войны, которые, вот, может быть, новый вид войны, я подумала, о, вот сейчас мы у Юрия Евгеньевича узнаем. И можно ли говорить о том, что вот новый начальник Генштаба ВСУ, вот смена замминистра обороны, министра обороны, что это, в общем, станет новым совершенно этапом войны, абсолютно новым видом даже, если так можно сказать, войны? А вот это вот вопрос, на который нет такого очень простого, однозначного ответа, что значит вид войны. И речь идет о том, и это достаточно широко обсуждается в Украине, и не только в Украине, о том, что в ближайшем, вот, в наступившем году, в 24-м году, Украина должна перейти к стратегии стратегической обороны. Ну, я прошу прощения вот за это неуклюжее выражение «стратегия стратегической обороны». Ну, в общем, к стратегической обороне. Это очень широкое понятие, что такое стратегическая оборона. Это не значит, что устраивается некая такая китайская стена из укрепления. Это вообще достаточно примитивная такая, такой взгляд на эту ситуацию, на то, что понимается под стратегической обороной. Но, видите, тут есть еще один момент. Стратегическая оборона предполагает в некоторых случаях стратегическое отступление. То есть, сдача территории в обмен на определенные стратегические выгоды меняется. Вообще говоря, с точки зрения Украины, вот, если смотреть на ситуацию, ситуацию из Киева, меняется цель, цель военных действий. Не войны в целом, цель войны остается прежней. Естественно, это разгром врага, это освобождение оккупированных территорий и так далее. Это политическая цель войны. А военная цель военно-вооруженных действий заключается в том, чтобы в условиях стратегической обороны в первую очередь сохранить армию, а не сохранить территорию. Вот есть всегда такая дилемма в войнах, что важно, значит, сохранить территорию или сохранить армию, когда речь идет о том, что наступление невозможно. Ну, наступление предполагает разгром вооруженных сил противника, причем, в общем, достаточно быстрая стратегическая оборона предполагает сохранение собственной армии и уничтожение армии противника, обескровливание армии противника, который ведет некие наступательные операции на одном направлении или на нескольких. Вот в этом это, так сказать, изменение характера действий, вооруженных действий со стороны Украины. Вот в этом, да, значит, это новая задача. Собственно, задача эта не такая уж новая, потому что стало после того, как где-то в середине осени прошлого года стало ясно, что стратегическое наступление, летнее стратегическое наступление ВСУ оказалось неудачным. Значит, если наступление оказалось неудачным, значит, нужно переходить к обороне, особенно в условиях, когда российская армия давит по всему фронту. Ну, по всему фронту я имею в виду все-таки Донбасс и Запорожская область. Вот на этих участках, на этой части линии боевого соприкосновения происходит такое очень сильное давление русских войск. Другой вопрос, готово ли руководство Украины к такого рода вооруженным действиям, к такого рода стратегической концепции, ее реализации? Вот тут возникают определенные вопросы. А знаем ли мы что-то вот о тех людях, которые теперь будут возглавлять Министерство обороны? Потому что, я так понимаю, что активная началась атака пропагандистов Насырского в первую очередь. Российских, да, пропагандистов, конечно. Да, у меня есть пропагандисты, то только одни. Известно ли что-то о тех людях, которые пришли сейчас в руководство Министерства обороны? Ну, что касается атаки Насырского и на некоторых других высших военачальников Украины, в том числе только что назначенных. А сейчас происходит смена руководства, смена высшего командования вооруженных сил Украины. Атака Насырского, если говорить со стороны России, это даже не атака. Это такой вот подлый удар ниже пояса. Дело в том, что сырский уроженец Владимирской области, он русский по национальности, по этническому происхождению, он учился, как вообще говоря, подавляющее большинство военачальников в Украине, его поколение, то есть поколение вот тех людей, которые закончили военное образование и пришли на службу в вооруженные силы Советского Союза где-то до его распада. Сырский окончил, если я правильно помню, военное училище в России. Его отец, полковник Советской армии, служил в Украине и там остался. Вот это обстоятельство российская пропаганда начинает всячески муссировать для того, чтобы создать, вызвать в Украине или усилить в Украине подозрительность по отношению к новому главнокомандующему вооруженных сил. Ну, это, в общем, достаточно подлая пропагандистская операция, потому что, ну, здесь как бы ставится под сомнение лояльность сырского Украине, а оснований для таких сомнений нет. При этом, кстати говоря, это и имеет обратную, как бы и обратную силу, потому что в вооруженных силах России есть много достаточно высокопоставленных командиров, которые родились в Украине по этническому происхождению, являются украинцами, в том числе, например, некий генерал Зусько, довольно известный, правда, сейчас я не знаю, где он находится, он вообще уроженец Западной Украины, но один из наиболее таких ярых врагов Украины, своей исторической родины. В общем, здесь, вы знаете, это очень такая сложная ситуация, и я бы вообще снял бы с повестки дня вопрос о происхождении тех или иных людей, которые воюют в Украине, на стороне Украины, там есть русские и евреи, и кого только нет, ну, точно так же, как с российской стороны. Вопрос не в происхождении, не в крови, а в почве, если хотите, в какой мере люди готовы, значит, воевать на стороне той страны, которую они считают своей родиной. Юрий Евгеньевич, еще одну тему хочу на одну тему поговорить. В Польше начинаются крупнейшие за 40 лет учения НАТО. Власти просят не фотографировать военную технику на дорогах. И я вот там утром читал новости Литвы, и тут тоже, значит, тут какое-то будет изменение при призыве, а в Эстонии продолжают строить оборонительные линии. В общем, много событий происходит. Расскажите, это сигнал чего, и что именно конкретно происходит, и о чем это сигнализирует? Происходит учение под названием «Steadfast Defender 24», это, значит, стойкий защитник, это учение, ежегодные учения НАТО, значит, стойкий защитник. Вот в этом году участвуют, в них участвуют до 90 тысяч человек. Это учения, которые разделяются на целый ряд конкретных, более мелких, так сказать, учений. Будут они длиться до мая месяца, но в том числе, вот, происходит, значит, эти учения, географическая зона этих учений затрагивает Польшу, затронула Польшу, что естественно совершенно. Цель учений заключается, прежде всего, главная цель учений, насколько я вот понимаю, заключается в том, чтобы отработать механизмы и процедуры максимально быстрого, максимально быстрой переброски американских войск из континентальной территории США на театр военных действий в Европе. Вот это, там ничего особенно нового нет. А, конечно, когда идут учения, ну, не стоит фотографировать военную технику, потому что это может потенциальному противнику дать некие сведения, которые ему знать не полагаются. Хотя, в общем, все и так известно. Что касается вот того, что происходит в странах Балтии, да, ну, как я понимаю, по крайней мере, в Эстонии и Литве строятся линии обороны, вот примерно то самое, что происходит в Украине, где построена своя собственная линия Суровикина, ну, видимо, строится с гораздо большим, так сказать, размахом, ну, с плотностью на определенный, там, километр линии фронта потенциальной. Значит, строится несколько сот бункеров и всякого рода долговременных огневых точек и прочих, и прочих вещей. Но это, в общем, свидетельство того, что используется опыт войны в Украине, а именно то, о чем некоторые теоретики военные уже начали писать, как в усвершившемся факте, доминирование обороны над наступлением. Ну, раз так, значит, нужно строить оборонительные линии, нужно строить заглубленные в землю, там, со всеми, как это полагается по законам строительства разного рода фортификаций. Ну, это подготовка к войне, ну, что вы хотите, все совершенно непонятно. Да, такой вот, это уже не такой оптимистичный вывод, но реалистичный, скорее, наверное, действительно. Не будем фотографировать военную технику и будем готовиться. Ну, да, мне, в смысле, мне грустно от этих новостей, в смысле, но нужно понимать, что происходит, нужно реалистично оценивать, собственно, сценарии, которые возможны. Благодаря Юрию Евгеньевичу будем реалистично все оценивать. Вообще говоря, если я позволю себе прервать вас еще полминуты. Вообще говоря, это, с моей точки зрения, это не пессимистический, это оптимистический вывод. Это значит, что власти европейских государств, ну, как минимум, европейские государства, особенно тех, которые находятся вблизи России, не просто осознают угрозу, исходящую с Востока, но, в общем, принимают практические меры для ее нейтрализации. Это уже хорошо, значит, подготовка идет. Это условие того, что война не начнется.